В прошлом выпуске, на четвертом этапе первой в моей жизни новичковой кампании, я вам обещал, что мы будем пытаться не дать лоялистам покинуть планету. Я солгал, потому что у нас есть еще пятый этап, где мы осуществляем взятие вражеской бастилии. И, если честно, я не очень хочу смотреть этот ролик, потому что мне за него стыдно. Он оторотительнейший сделан, но, тем не менее, возвращаемся в 9 октября 2011 года и пятый этап новичковой кампании. Здравствуйте! Сегодня у нас праздник, мы штурмуем Цитадель, здесь 75 лоялистов, к ним приснился Сёма со своими санами Тау. 75% от всех сил лоялистов начинают на столе, я это хотел сказать. Но, к сожалению, мое косноязычие, которое, как видите, до сих пор не прошло, не позволило мне высказаться понятно. Ну и, естественно, вы спросите, а почему Тау-то с саной? Ну, как им сказать, на тот момент кодекс Тау считается чуть ли не самым слабым. Но, тем не менее, это не мешает Сёме мне постоянно вставлять пистон в задницу. Я уже так от них нажрался, и тут он приезжает, собственно, на нашу кампанию, не как обычно за нас, за орков он играл на тот момент, а вот и Тау ещё взял, как бы, две на тот момент слабые армии. И такой, я буду теперь злоялистов, мне было обидно. Да, абсолютно симметричная миссия прошлой. То есть тогда у нас было 75%, у противника 25%, и мы их не успели снять на первый ход. Теперь в обратную сторону. У противника 75% на столе, у нас только 25%, и нам нужно первый ход простоять, первый ход продержаться. И тогда, если у нас останутся юниты на столе, напоминаю, в пятой редакции, если к концу хода нет у тебя войск, ты проиграл, то смогут, наверное, по кубикам, по броскам кубика на 4+, выйти какие-то наши резервы, и мы начнём штурм цитадели. То есть тут, как бы, лоялисты, они сверху. И победить, начиная с двух отрядов плагов на столе, будет сложно. Вот. И у нас 25% это два отряда плагов, которые тут живутся за каверами. Сейчас их будет все расстреливать, кто только может. Стреляли смс-ками, подсвечивали дронами здесь, своими карабинами стреляли, из рейлов пуляли, навешивали нам миномёта, убили по два плага в каждом отряде. Пока стоим. О, как раз все те знакомые миниатюры. Это старые броды с своими рельсами, которые меня достали, и Семёна просто жесть, убивают всех нахрен. Плюс Скайрей, Дэвил Фиши, и хрен всех убьёшь, потому что у них маск-поля. А в пятёрке это, как бы, редкая вещь. Это сейчас, в кого ни плюнь, у него минус один тухит. А тогда, блин, было, как бы, в новиночку. Ну, а я к чему? Помимо Тао, то где другие войска? Я опять с Семёном играю, и у меня, блин, вьетнамские глюки, о которых вы, наверное, не в курсе. Наш партия. Ну, хотя мы ещё рассмотрим эти партии, да? Не последний же у нас выпуск этой программы. У лоялистов вышел какой-то суперперекачанный танк. Здесь ещё вышли фаервареры в своём транспорте. И после двух ходов лоялистов стрельбы у нас осталось всего три маленьких плагомарина. Но они продержались. Сейчас мы будем кидать выход наших резервов. Надеюсь, всё прокинем. А, ну, то есть, первый ход ещё и за лоялистами. У них два хода стрельбы, но есть один, как бы, момент. Я сказал, если в конце хода у тебя не будет миник, но на самом деле к батлраунду это относится, насколько я помню. То есть, если бы даже мы лишились этих плагомарин на конец второго хода противника, так как мы ходим вторыми, мы всё-таки бы вышли. Но, тем не менее, два отряда плагомаринов, два хода вражеской стрельбы, вражеской стрельбы Тау на минуточку, выдержали. Наш второй ход. У нас вышли средние, по матожиданиям, ресурсы. Ну, то есть, 50 на 50, неудачный тираж. Половина вышла, половина нет. Наша вышла вот эта купленная на сдачу переделка машины Тау. Ну, тот Вейган, это Спейс, сухо, запомни термины. Как мне достучаться до себя в 11-м году и сказать, пожалуйста, выучи, как что-то называется. Это не так сложно, Денис. Тебе же всего лишь 31 годик, старческий маразм ещё не разбил. Какого хрена? Здесь забежали в кратер наши облитераторы. Облитераторы. Даже этого названия я... Хотя, с другой стороны, у меня тупо моделей нет. Вот Ванька одну модельку, но всё-таки где-то достал. Остальное, правда, про Кси. Терминаторы. У него 4 облитератора, из них 3 это термоса обычные. Но у нас как бы новичковая компания, и на это смотрели сквозь пальцы. Однако, видите, мы уже начинаем ощущать вкус павера ХСМ. Осталось только Демон Принца с Лэшем подогнать, и вообще будет просто паверный расписка тех лет. И Демон Принц там спрятался на здании, пытался прокинуть Лэш, но, естественно, первый раз он тут же себе рано нанёс, к сожалению. А, ну и Демон Принц тоже есть, да, только мой. То есть, обли Ваняны, а Демон Принц Лэшом мой. Это, кстати, ещё нихрена не крашеная, но уже полностью собранная моделька самого Маркуса. И да, мы заранее знали, что миссия будет на вывод резервов, поэтому взяли кучу всякого дипстрайка, чтобы из резервов приходить уже где-нибудь поближе к противнику, а не просто как Хлотвейган выезжать с края стола и типа стоять в голом поле. И да, этот ролик напомнил мне ещё один момент, что после дипстрайка ты мог кинуть бег и подвигаться. То есть, облитераторы упали, кинули Д6 на бег и подвигались, то есть, зашли в этот кратер. И, собственно, так все поступали. Например, падает огромный отряд из 10, возможно, даже 20 пацанов. Ты ставишься розочкой. Напоминаю, раньше ты как бы ставишь где-то модельку одну, потом кидаешь скаттер 2D6, смещаешь, если нужно, если выпало, и розочкой начинаешь расставлять вокруг неё другие модели. То есть, у тебя бам, упала такая бомба. Но, чтобы тебя не закидали шаблонами, ты можешь кинуть бег и разбежаться в разные стороны. Да, ты можешь как бы разбежаться и на 1 дюйм, и на 6 дюймов. Но, тем не менее, это была прикольная механика. Третий ход лейлистов. И боги благосклонны к нам, Слааниш послал богословение нашим детям, и стреляли братца, это, типа, гарантированные рейлами убийства. Два пятых сейва, не вопрос. Сравили, правда, от сикеров сраных. Две раны, это последняя рана на нашем демон-принце. А рейлган, по-моему, был десятой силой. То есть, демон-принца, если у него пятая, это Афна, я не помню ни хрена, он должен был заинстить. То есть, в пятерке модельки с более чем одной раны, это редкость. Вот демон-принц, например, по-моему, 4 раны или 3. Скорее, все-таки 4. Но у оружия нет параметра дэмэдж. То есть, и болтер, и лазерная пушка наносят только одну дырочку. Однако, если сила оружия в 2 раза больше, чем стойкость, то неважно, сколько у тебя ран, ты сразу погибаешь, если провалил сейв. Однако, у демон-принца, по-моему, был Eternal Warrior правило, которое как раз инсту и игнорировало. Блин, столько вообще, зачем я все это помню? Пятерка была, хрен знает когда. А я все еще в этих подробностях. Короче, демон-принц выжил чудом. Я как-то тупо его скинул без какой-либо поддержки. Кстати, его нельзя было прикрыть, как сейчас. То есть, даже если рядом какой-то отряд был, он, ну, character, да, character, правильно говорить. Но, тем не менее, его бы не прикрывало ничего, потому что он, для того, чтобы в него не стреляли, должен был бы присоединиться к отряду. А демон-принц, это монстр крича, он к отрядам не мог присоединяться. Однако, он все равно вышел один, что он может, не очень понятно. Ну, не умер, и слава бога. По этим парням никто не стрелял, боялись. И дедушка Нургл защитил последних трех плагов живы. И наш Looted Wagon всего лишь не может двигаться и стрелять. Ха-ха-ха. Ну, такое себе на самом деле. То есть, на ход его отключили, и он ничего не будет делать. Вышли у нас штормбои, подбежали под кавер, вышел второй отряд облитераторов. Облитераторов, да, это как бы те самые прокси. Ну, и штормбайзы упали как раз тем цветком, о котором я вам рассказывал. И на беге забежали за руинку, насколько могли. Пытались мы пострелить в Скайрей, но, к сожалению, нас запутали его сложные цели. Чёртовы маск поля. Я, кстати, не помню, как они работали. Точно. Но, тем не менее, когда у тебя всего пара выстрелов лаской, мы смотрим на обычных облитераторов, которые на тот момент выбирали из списка оружия, чем хотят стрелять. Они вот это, кидали кубики какие-то рандомные в профили, которые, ну, просто... Кинь D3, D3 и D3, и получишь результат. Нет. Ты такой, хочу стрелять из ласки, хочу стрелять из мультимельта, или из плазмокена, или из обычной плазмы, может, хочу пострелять. Вообще вопросов нет. Даже из огнемёта могу пожечь. Вот это были пацаны. При этом в следующей редакции они не могли повторять то оружие, которое стреляли на прошлом ходу. То есть каждый ход, ну, вернее, через ход они должны менять оружие были. Неправильно говорю. Короче, вы поняли, да? Пострелял из плазм в прошлом ходу, значит, в этом ходу может стрелять из чего угодно, кроме плазм. Но в пятёрке они могли стрелять из чего угодно, хоть всю партию из одного оружия подряд. Эти стреляли по бродсайдам, одного дрона, шелдрона убили. Сука, ненавижу, Тау. Стреляешь в них ласками, чтобы занести этих бродов, а там умирает этот маленький дрон, они даже в пятёрке меня выносили. В смысле спокойного состояния. Хотя и вперёд ногами со стола тоже. Вот, и лэшем мы вытащили парней из домика. Лэш оф Торминс, по-моему, было такое заклинание у Сланиш. Ты, типа, скастил его. Раньше просто кидал два кубика, тебе нужно кинуть меньше, чем твой ледак, вот, твоего псайкера. Ну и так же на два кола и на две шестёрки перила. Потом, в зависимости от того, вышел факт к этому моменту или ещё нет, на тот момент не вышел, тебе нужно было попасть Демон Принцем, или не попадать, просто, типа, скастил, и можешь двигать модельки на 2D6 в любую сторону. И в чём суть-то облилэша была? Ты, как бы, лэшем цепляешь отряд, его собираешь в кучку, и твои облитераторы накидывают туда маленькие шаблоны от Плазма Кэннона. Тогда Плазма Кэннон стреляла, типа, маленькими шаблончиками. То есть большие пушки стреляли большими шаблонами, а всякие такие маленькие, как Плазма Кэннон, маленькими. И если у тебя шаблоны эти не ушли далеко, то получалось ты прям в эту кучу туда... А сколько ты задел шаблоном? Столько ран и приходит в отряд. Ну, вернее, столько кубов на правитие ты кидаешь. И именно этим и был страшен этот облилэш. И у нас тут как бы... Ну, да, мы парней-то вытащили, только стреляли в другую сторону. Сука, тупые! Четвёртый ход лоялистов. Они начинают стягивать войска на свой левый фланг. Ход лоялистов и такие девилфиши с Скайрейми стоят. Те ещё лоялисты. К сожалению, наших штомбоев разобрали, вышедшие, как Пычан, хромовники. Почему девчонки играют только за хромовников? А, Миш, почему? В остальном ничего. А, принца-демона нашего убили, к сожалению. И он ничего не сделал. Просто один раз лышом гвардейцев вытащил из здания, даже не подчарджил в них и всё. Причём черджи тогда были не типа 2D6 кинул и подчарджился. Нет. Ты чарджился ровно на 6 дюймов. Единственное, ты не мог их померить, потому что измерять в пятёрке нельзя было. Ты мерил только когда, типа, что-то заявил, например, заявил с Тельбо. И после этого меряешь, достал или нет. То есть нужно было как бы глазомер развивать на тот момент. И чардж также. Ты типа объявляешь чардж, а потом меряешь, типа, 6 дюймов дошёл или нет. Но всегда на 6. Вот. Дедушка Нургл... Дедушка Нургл хранит 10 наших плагов, и сих пор торёмся нет. Просто они не нужны никому. Может быть, кто-то там пострелит на сдачу, но плагмарины на тот момент, как бы третий армор, четвёртый ФНП. Давай, вперёд. И нашу тачанку торвали. Бок. Вот. И она обездвижена и стрелять не может. Первый ход не может двигаться и стрелять. Второй ход просто уже никогда не сможет двигаться. А у Луту Двейгана, по-моему, там особых пушек-то нет. Хотя, чёрт его знает, что он из себя представлял на тот момент. Вообще, зачем он был, не знаю. Ну, с другой стороны, взяли его на сдачу. Там, видимо, он стоил очков 35. Как ринка на тот момент. Хотя я могу в ценах, конечно, путаться. У нас вышли 10 терминаторов. Ах, вот те самые терминаторы. Десятка терминаторов, которых я собрал. Думаю, блин, вот круто будет выйти из Дипстрайка Десятью терминаторами Дзинча. У них четвёртый инвуль. Их никто никогда не убьёт, представляете? Ведь 4 плюс откидывается всегда. А когда не 4 плюс, ты откидываешь как бы 2 плюс, правильно? Десять терминаторов просто бессмертные парни. Из риперок убили двоих тут чуваков. Принц подчаргался в бродсайдов. Никто ничему не нанёс. А вот этот демон-принц Нургла, которым играл Ванька, ну он вообще за Девгард, у него всё Девгард, он как-то под радарами прошёл, да? То есть там был мой демон-принц Ланиш, мы его видели, он умер, а этот откуда взялся? Он должен был, очевидно, прибыть из Дипстрайка на прошлом ходу, потому что он не мог чаржиться из Дипстрайка, естественно. И когда это произошло? Я же говорю, мне стыдно за этот ролик. Тут вообще всё косноязычье, очень всё коротко, ни хрена непонятно. Без моих комментариев, наверное, просто борщ какой-то. Здесь мы убрали троих этих негодяев, плазмокленными от двух облитераторов. И, собственно, на этом всё. Пятый ход лоялистов. Здесь подчаржился последний чувак. Его раздавили и ушли в дом. Принц к радости владельца порвал бродсайд. Нанёс одну рану, но потом просто в отступлениях порвал. Ну, тот самый свип на отступлении. То есть бродсайды провалили ледак, и они отступают. И если их не догонит тот отряд, который их набил, то они просто как бы пойдут куда-то. А если догонят, то он их убивает сразу. И, насколько я помню, у Тао вторая иня, а у Демон Принца, ну, точно не четвёртая, там, пятая или шестая. Потому что он как бы крутой. И, естественно, догнать вторую инюю вообще просто... Дорогу перейти. Моих терминаторов, как и ожидалось, всех порвали. Осталось трое. Бессмертные терминаторы. Там просто один лемон-рас имперской гвардии, у которого в носу плазмокенон, причём крутой плазмокенон, ещё и спонсона. Он просто с шаблонами закидал парней. И я такой, мой четвёртый инвуль, который я ни хрена не прокидываю. В общем, план был так себе. И, кстати, я про эти модельки. Они так и остались непокрашенными. То есть, меня настолько это убило, что я сделал терминаторов дзинча, а они умирают. Какой в этом смысл? Я не стал их красить и дособирать. У меня прям остались вот эти парни без рук, без голов. И я их в глубоких полках показывал. Ребята, которые были собраны для новичковой компании 11 лет назад в таком состоянии, как были собраны, так и остались до сих пор. Хотя нет, подождите, я минимум одной миньки нашёл применение, потому что сейчас в пасте у меня мой герой, мой брат-капитан, как раз сделан из вот этих вот терминаторов, из одного. Ледак они прокинули. А раньше ледак прокидывался по-другому. Типа, если ты потерял минимум 25% за фазу, то ты кидаешь ледак. И, ну, просто у тебя есть ледак, ты два кубика кидаешь, и должно выпасть меньше, чем твой ледак. И только в ближнем бою считались потери. Причём не потери, а именно насколько выиграны. То есть, считались твои потери, считались потери противника. Кто потерял больше, тот на разницу и кидает ледак. А во всех остальных фазах кидается просто. Типа, ты свой немодифицированный ледак проходишь, но в конце каждой фазы. То есть, ты в любой момент мог побежать, на самом деле. Это было важно, это было прикольно. А сейчас только в последней морали фазе можешь отступить. Пси, я не знаю, почему я пытаюсь сюда её пси назвать, видимо, потому что психологизм, психиатрия не поможет никому. И наши нургляты сидят спокойно. Один пропал, но вдвоём они точку держат, не вопрос. Сейчас будем... Да, вот расстрелил саный танк у нас всех. 12 попаданий с плазмы. Кошмар вообще. Интересно, 12 попаданий или 12 всё-таки ран он пробил, и я, кидая 12 четвёртых инвулей, при 10 моделях только 7 провалил. По статистике. И пятый ход хаоса принёс интересные плоды. Наша точка всё ещё держит мой отряд Берг и Рис. Спокойно стоят, держат точечку. Посмотрим, что с точкой плейлистов. Герман Принц, три терпуса. Это очень интересно. Разобрали одним чарджем, в общем, всех тёмных темпларов, не чёрных темпларов, как они там, короче. Они бежали, жалко, два командира убежали. Нафиг, ну, пытались, вернее, их наш Демон Принц убил. Вот эти два скула. Вот, ну, а чё ещё сказать? Победа! Ну, вот, кстати, не догнал Демон Принц. Ну, то есть, у командиров-то тоже и няня, небось, была не четвёртая, пятая, шестая, и там ролялись, и пацаны убежали. Не убили их. Причём, космодесант, он как бы никогда не отступал более одного хода, потому что он, типа, не знал страха. И это правило означало, что они, типа, просто тактически отступают, а потом сразу перегруппироваются. А всем другим, для того, чтобы перегруппироваться, закончить, отступать, нужно было кинуть ещё один тест на ледак. А эти просто автоматически, как бы, возвращаются. Но! Мы вдруг, неожиданно, на пятый ход, последний, не будет кидаться, потому что, опять же, время, заняли вражескую точку. Мы здесь играем башню, типа, вот, наш ускорим мы, туда так никто и не пришёл. То есть, помните, в прошлой партии мы прям атаковали вражескую точку, постоянно туда всех приводили, имея численное преимущество на начало партии, и, собственно, её заняли. А здесь лейлисты, наоборот, как-то пассивно максимально отбивались, и в результате вот этого прорыва всего лишь тремя ошмёткими терминаторов и одним демон-принцем, которого почему-то не трогали, вот мы его сразу убили, видимо, опасный был слэшом. А этого, типа, норглядские, вообще ни о чём, просто добежали до точки, всех убрали и заняли её. И вдруг неожиданная победа! Случайная, по-моему, но, тем не менее, не менее вкусная! Сегодня у нас силами нападающих была взломана последняя линия обороны в Цитадели, были разбросаны ряды её защищающихся, и на данный момент у нас 99% планет под контролем атакующих. Вот, теперь в Цитадели они никаких преимуществ не имеют и будут возводить наспех баррикады. Вот это да! Вот такое уже можно обсуждать! Да, максимально нелепая победа, но, тем не менее, вот, как в Вархаммере, только наоборот. Обычно же это хаоситы превосходят числом и злобой, а лоялисты, там, из последних стил, последним каким-то героем, там, как-то всё-таки заскаривают точку и всё. Ну, как, собственно, завещал нам император человечества, и выигрывают. А здесь, как бы, наоборот, произошло. Не зря я всю эту кампанию называю хаоситов силами добра, а лоялистов силами зла. И вот следующее, по идее, партия, если я опять ничего не забыл, как раз будет заключаться в эвакуации лоялистов с этой планеты. Приходите через пару неделек, мы эту кампанию, всё-таки, первую мою новичковую добьём. А на сегодня всё. Берегите себя и свои именьки. Субтитры создавал DimaTorzok и подпишитесь.